Йо, привет, меня зовут Павел Абасов и это новое видео по игре CSGO P.C.M. Challenge Katowise 2019. Итак, переходим в инвентарь, монета Katowise, открыть испытание монеты. Как ты видишь, у меня выполнено 4 испытания, к сожалению. Первое у меня не получилось, одной команды не хватило. Во второй прогнозы группы у меня все 5 команд прошли, в принципе я рад. Energy и Complexity подкачали. А теперь, наконец-то, сделаем прогнозы на этап чемпионов. Ну, Астралис либо Нипы, конечно же Астралис, потому что это довольно-таки сильная команда. Миборы либо Ренегейтс, конечно же Миборы, потому что, ну реально они сильная команда по сравнению с Ренегейтами. Team Liquid либо Энс, конечно же Team Liquid, потому что Team Liquid реально себя показывает достаточно сильной командой. Я вот отвечаю, очень крутая команда. Na'Vi либо FaZe Clan, конечно же Na'Vi, ну конечно они слабоватенько себя показывают, но все-таки, мне кажется, они выиграют FaZe 100-пудово. Астралис либо Мибор, ну выбор очевидного, конечно же Астралис, Team Liquid либо Na'Vi, это уже вопрос. С одной стороны, Na'Vi, они вроде бы в предыдущем мажоре достаточно неплохо себя показывали, но в этом мажоре они какие-то слабые. Поэтому я смело ставлю Team Liquid. И в победе Астралис либо Team Liquid, конечно же, многие бы поставили Team Liquid, но я поставлю Астралис, потому что, ну, они на порядок выше, чем Team Liquid. Если выпадет карта, например, Nuke, то 100-пудово Астралис затащит. Я делаю прогнозы, сделают прогнозы, да, прогнозы сделаны, и да, говорю сразу, я не гуру прогнозов. Если тебе что-то не нравится, если у тебя другие прогнозы, варианты, то делай, как ты считаешь правильным. У меня не всегда совпадают все прогнозы, поэтому делай все свои прогнозы на страх и риск. А если видео было полезно, то подписывайся на канал, ставь лайк и пиши в комментарии, кто точно победит, верные у меня прогнозы или нет. Ну и вообще пиши в комментарии всю свою обратную связь. Кстати, а те, кто угадали все предыдущие прогнозы и не знают, как же получить памятную монету, я сейчас быстренько покажу. Хоть у меня и нельзя получить монету, но как это делается? Получить сувениры? Тут вот нет кнопочек. Нажимаешь не четверть финал, а, например, групповой этап, и выбираешь матч, который тебе нужен. Ну, например, выбираешь Астралис, Липфейс, ну, кого хочешь, карту, короче, выбираешь, и тут возле кнопочки загрузить. Будет кнопочка подарок, и можно будет получить сувенирную коробку. По поводу сувенирных наборов, они сейчас будут расти в цене, поэтому пока их придержи, и за один день до этапа чемпионов продавай свой сувенирный набор по максимальной цене. Потому что как только этап чемпионов пройдет, большинство, то есть большая общая масса людей получит сувенирные наборы, и цена резко упадет вниз. Примерно в 2-2,5 раза. Ну, это мои предположения. А потом, само собой, после мажора сувенирные коробки будут дорожать. Ну, не слишком сильно, но они будут дорожать, потому что их выпало ограниченное количество. Если же ты хочешь вдруг инвестировать в сувенирные наборы, то их надо покупать только тогда, когда их максимальное количество. Я тебе рекомендую покупать сувенирные коробки на этапе чемпионов, примерно когда уже закончится матч на четвертьфинал, и тогда уже закупай свои сувенирные наборы сразу после четвертьфинала. А уже после сувенирные наборы будут только дорожать. Ну, это мое предположение, поэтому как-то так. Такое было видео, еще увидимся, и пока-пока.